Шуанинский храм Шуанинский древнехристианский храм был построен в первой половине X века на территории современной Карачаево-Черкесской республики. Место расположения – юго-восточный отрок горы Шуана. В окрестностях села имени Коста Хитагурово, что в Карачаевском районе. Храм принадлежит знаменитой группе аланских храмов, построенных в период расцвета Византии и активной христианизации территорий современного Кавказа. Это древний архитектурный памятник, который сейчас находится в ведении Аланского христианского центра на Северном Кавказе. Помимо Шуанинского храма, в его состав вошли Нижнеархызские и Сентинские храмы. И хотя это в первую очередь архитектурный исторический памятник, все же из-за туристического интереса и желания местных прихожан богослужения здесь регулярно проводятся. До храма не так-то просто дойти. Шутка ли, надо подняться к самой вершине горы. Однако это сегодня вокруг храма тишь да гладь. А в древности здесь проходил великий шелковый путь. Близ горы Шуана пересекались два важнейших ответвления главного бизнес-маршрута того времени – Доринский и Месимеанский. Место было оживленным и густонаселенным. И, как и сейчас, очень интернациональным. В конце XIX века на Шуане открыли мужской монастырь. Однако просуществовал он недолго. Закрылся в начале XX века после известных в стране революционных событий XVII года и свержения царской власти. Но в последние годы в храме вновь возродилась духовная жизнь. Частые гости здесь – паломники. Не только со всей России, но и со всего мира. Что их всех влечет к храму? Вероятно, его многовековая история и то, что это место среди верующих считается намоленным. Обычно здесь царят тишина и умиротворение. Но есть один день в году, когда храм с трудом вмещает прихожан. 6 мая православный мир отмечает День памяти святого Георгия Победоносца. Каждый год в этот день сюда, на праздничное богослужение, съезжаются паломники со всей страны и возносят свои молитвы Богу. Несмотря на то, что Шуанинский храм является памятником истории, двери его и сегодня открыты для каждого верующего, кто хочет достучаться до небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok